Ребята, всем огромнейший привет! С вами Ирван Шкудер, компания Форслайф. Сегодня проведем очередной обзорчик рынка криптовалют. Посмотрим, что у нас по графикам. Я говорил, что цена, скорее всего, будет идти в зону 35. Пока мы видим, есть некое накопление, очень похоже что-то. Ну, конечно, могу сказать многие, что похоже на вот эту картину, но там мы стояли намного выше хая, да, есть нюансы. Но здесь было накопление, был ретест зеркального уровня в зоне 25 тысяч очень сильного. Все тоже кричали, что идем уже на 20, мне там писали уже в чате, что там уже 21, 18, уже все, хана битку. На самом-то деле я с этим был не согласен, потому что вот в этой зоне, здесь, конечно, не видно, но тут набрали очень огромнейший объем, просто максимальные объемы и, скорее всего, эти ребята еще не реализовывали и, скорее всего, не будут реализовывать. Поэтому я не думаю, что мы там увидим уже там цифры 18-17, ну, ближайшие там несколько лет. Но это мое личное мнение, конечно, может быть все, конечно, но выглядит так, ребята, что может сходить еще где-то на 20, но вот на 15-18 я что-то пока мало верю. Но думаю, что сейчас мы должны продолжить рост в зону где-то 35-38, а там посмотрим, что будет дальше. Дальше, что по битку? Ну, по битку, конечно, высоко. Я уже здесь, ребята, не лезу, если честно. То есть, ну, потому что, ну, и на хаях лучше где-то брать на откате или уже когда там будет какое-то направленное движение, когда он там выйдет куда-то или что-то еще. Потому что сейчас тут очень опасно. Хотя, ну, если кто хочет, можно, конечно, но стоп будет в зоне там 29-400, но очень далеко. То есть, нет такого потенциала, чтобы так брать. Ну, или брать надо где-то от хотя бы от 30 тысяч, хотя бы. Раньше поставить стоп там 29-400. Это вот такой сценарий. Если пойдем там ниже 29, тогда может быть, что модель поломается. Все может быть на рынке, не надо говорить, что 100% идем туда, не факт. А, да, протестили были вот уровень экстрему, точка, да, разворот. Развернулись и дальше сейчас цена развернулась и начинает такое накопление плюс мини такой рост. Ну, и сейчас мы вот начинаем тут тестировать. Конечно, уровень 0.29 такой, не прям там очень сильный, да, отметили были там с историей. Вот был лагия с него. Ну, сейчас вот пытается пробить. Скорее всего, наверное, пройдет и дальше будут цели 0.32-0.38. Вот это будет первая такая глобальная цель. Дальше, BNB. Пока что-то не выкупают, вы знаете, я думал, BNB могут выкупать, но вот здесь вот был ретест экстремальной точки разворота, да, тут убили, но пока тяжеловато ему пока что. Ну, это связано с тем, что там Binance SEC началось там разбирательство, или же там подали на них и так далее. Поэтому посмотрим, посмотрим, какие тут будут моменты, но пока BNB мы видим, что не выкупаются. То есть пока слабее рынка смотрится, я бы сюда не лез. Хотя, может быть, накопление и дальше пойдет вообще на 500. Такое тоже может быть. Хотя, интересно, что там бренд делает. Ага, нефтяночка на месте. Посмотрите, не пробили. Вот это, если пробьют, там где-то 71, думаю, может быть хорошее движение вниз. Дальше DOT. DOT красиво, от экстремума. Посмотрите, прям вот экстремальная точка. Перебили чуть-чуть low. Буквально там на, не знаю, на доллар. Такой на доллар. Наверное, 10 центов. Перебили и сразу импульс обратно. Ну, я бы теперь ожидал где-то вот сюда ретест. Где-то 4.95, 5 долларов. Ретест вот этого и дальше может быть какой-то разворот и дальше движение уже наверх. Умеется ввиду, что по локальному тренду. Да, пока неплохо. Пока неплохо. А ну-ка, интересный часовик. Ну да, тут я бы где-то вот тут бы смотрел, хотя бы 5.2. Тут, конечно, чуть высоковато. Хотя, если потянут биток, ребята, потянут все. Значит, по EOS. EOS у нас не вышел. Надо выходить EOS выше 0.8. Вот если выйдет выше 0.8, вот тогда можно о чем-то говорить будет, потому что пока что он вот этот вот диапазон. Нужно обратно вернуться, тогда это будет ложный пробой. Вот это все, это будет ложный пробой по отношению к уровню 0.8. Поэтому EOS нужно обязательно выходить 0.8 и закрепляться еще выше. То есть вот это можно быть специально сделать, чтобы собрать позицию. Это вот как вариант. Такой есть. Дальше, что у нас дальше? EFIR. EFIR, вот протестил тоже был 1662. Вот уровень был у нас, видите, проведен. Ну чуть-чуть пробили, но все равно такое бывает. Видите, пробили. Срезки и развороты, V-образная такая формация. И обычно это очень сильная модель, и после этого цена прет и прет. Ну мы это видим, как бы, да, и сейчас вот даже откат не может нормально сделать. Посмотрите просто. Ну там какие-то есть на этом, но это очень маленькие. И сразу обратно. Вот сейчас тут тоже что-то формирует. Может еще здесь и постоит. Да, и тут тоже зеркалка такая вот рисуется. Неплохо вот эта вот зона 1930. Она не сильная прям, но она есть. Дальше, что у нас? Light. Light вообще просто ракета. Вы посмотрите. Халвинг, да? Ну тоже такая свечка. Я после таких свечей тоже писали, что надо брать, надо это самое. Ну когда такая свеча, ребята, это уже... Я обычно на таких свечах выхожу. Да, не покупаю. Может быть сейчас, если он вернется там на 100 долларов, это такой психологически важный уровень. Круглая цифра сотка. 100 долларов. И, значит, вот тут может постоять и дальше, может быть дальше движение наверх. Халвинг у него в августе. Ну, в принципе, может еще порасти. Я тогда говорил о целях 120-130. Ну посмотрим, могут ли достать. Накопились нормально. Может, если биток еще потянут и всю льту потянут, то может Light достанет еще 120, может даже 150. Может быть и такое. Ну, пока что тут он расторговался, вышел. Теперь нужно подтверждение и поход дальше. Но пока стоит. Либо стоит. Я бы где-то ждал, чтобы вынесли всех вот сюда. На 102, может быть, 101. Даже, может, ну, там сделали 100 прокол и обратно вернулись. Вот тогда будет красиво. Тогда будет красиво. СНП-шка. СНП-шка, ребята, все тут нормально. Все, кто кричали, что все капец, ему разворачивается. Нифига. Я говорил, когда, если выйдет выше там 100 на 4200-480, идем, первая цель 4300, провели и дальше 4600. И посмотрите. Ну, 500 уже сделали. Сейчас 600, это вот эта вот зона 4600. Скорее всего достанут туда. А может, даже до 4800 достанут. Вот и все. Ну, уже так, конечно, пошел. Это, конечно, скоро где-то ждите коррекцию. Я вам сразу говорю. Еще может порасти, конечно, но скоро это будет. Это видно сразу по графику. Очень сильно загнали. И обычно такое коррекция внезапно и быстро и сильно. Кстати, вот у нас еще Солана. Ждал ее еще на откуп там по 12, по 13. Она была. Один только раз ударили. Я там, конечно, не стоял. Понятно, ребята, я такой, ну, не стою на таких точках, когда просто льют. Я не стою. Я смотрю уже по факту. Ну, да, один раз ударили, выкупили. Все. Дальше вот был ретест. Вот уровень там 15. Да, сейчас опять подошел к 20. Если 20 пробивается, идем дальше. Если нет, то можно пробовать шортить. Ну, конечно, поджимают, ребята. Я думаю, что должен пробиться. Ну, хотя посмотрим. 20 долларов. Такая сейчас классный уровень. Дальше 26 и потом уже 38. Это вот такие тут очень огромные диапазоны. Трон. А трон, ну, вообще по барабану. То есть слили и, смотрите, выкупает. И, скорее всего, наверное, будет выкупаться от Хаю. Ну, сильнее рынка. Очень круто трон. Мне нравится. Такой вот откатик сделали. Чуть-чуть перебили вот этот лов и сразу дальше. И красиво идет. Медленно, уверенно. Трон молодец. Люмен. Люмен тоже. Вообще просто такой пух. Видите? Тоже от экстремальной точки. Вот она. Видите? Вот отсюда. Сюда и вот дошли до этого уровня. Все. Обратно откат. Теперь вот надо 0.1. Вот сюда где-то ждать. Может и выше вот тут станет. Ну, пока я бы сюда, конечно, сильно пока не лез. Хотя, ну, надо кто-то подождать. Какой-то либо вынес. Вынос всех вот этих вот. Да-да. Пока что вот так когда сходил, перегрет немного. Пусть остынет после движения. Вот Ripple. Вот это я понимаю. Вот Ripple. Красиво. Смотрите. Линия тренда. Тут все классно. Поджимает этот. Наконец-то этот уровень. Там 51.55. 0.51. 0.55. И вот на недельке уже прям так отстоялся. Если будет импульс, надо будет сидеть, ребята. Тут может быть очень хорошее движение. Но я думаю, минимум на размер вот этого рейнджа. То есть на 30 копеек он должен минимум сходить. Ну, где-то 0.9. Должны дать это точно. Ну, там как раз и уровень вот следующий. Вот сюда можно будет сидеть, если пробьют сейчас. Ну, накапливается красиво Ripple. Мне очень нравится. Накапливается красиво. Откаты есть, понятно. Но они все в рамках этого нашего канала и в рамках восходящей тенденции локальной. Вот и все. То есть Ripple. Ну, конечно, 0.42 красиво, но пока туда не доходит. Тут либо можно тут где-то смотреть, либо я уже смотрел бы выше уровня. Вот можно сейчас все здесь сесть тут и сидеть еще 2 месяца, пока он пойдет. Лучше, чтобы он уже прошел и тогда уже брать уверенно. Здесь, а здесь вообще идеально было. Смотрите, это Тезис. Обратите внимание, ложный, консолидация, просто стояли. Я не знаю, сколько тут дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять дней стояли, ребята, здесь на уровне. И потом движение на 20%, да, или сколько здесь, ну-ка, 0.7, да, даже на 20, чуть больше даже. Ну, там плюс-минус 20% движения, красиво. И сейчас вот обратно, ну, тут уже пробивали. Ну, сейчас вроде стоит, конечно, но тут уже точка такая. Точка уже немножечко такая опасная. Ну, либо где-то откат, еще один ждать, да, в рамках вот этого такого локального восходящего тренда. И заходить, ну, пока что я бы не лез в данный момент. Ребята, кто хочет открывать счета, в компания Маркетс получить бонусы, переходите по ссылке ниже, открывайте. Куча инструментов, 577 инструментов, фьючи, акции, крипта, все в одном терминале. Вывода вообще проблем нет. Я когда там на вывод ставлю, мне там буквально 10 минут и деньги выходят. Поддержка вообще работает шикарно. Я, кстати, когда не напишу, сразу отвечаю, и сразу все быстро решается. В самом моменте прям. То есть 10 минут вопрос решу, максимум, что у меня было 10 минут. А, один раз была какая-то ситуация, там что-то было с платформы, сказали потом перезайти и так далее, и было чуть подольше. Но я потом, ну, обычно 10 минут, поэтому могу рекомендовать. Никаких проблем, пока мы с ними работаем уже, наверное, года 2 или 3. У них проблем нет. Поэтому могу рекомендовать, по ссылочкам ниже переходите. И ставьте свои лайки, пишите комменты. Буду рад всем комментариям, лайкам. Всем огромнейшего успеха. Прибыли обязательно. Но не забывайте о риска ставить стопы. Потому что особенно крипта очень волатильная. И можно очень много денег сразу потерять. Поэтому надо терять по чуть-чуть если терять. Всем хорошего дня и настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok